Котировки Уолл-стрит выросли в прошлую пятницу, так как инвесторы обрадовались возможному прогрессу в торговых переговорах между Китаем и США. Индекс S&P500 поднялся до 2670,71 пунктов, завершив коррекцию, поскольку результаты сырьевого и промышленного секторов превзошли ожидания. Индекс Dow Jones Industrial Average взлетел до 24706,35 пунктов вслед за подъемом United Health и Home Depot. Индексы Dow и S&P закрыли в плюсе уже четвертую неделю подряд, отметив самое продолжительное ралли с августа. Оба индекса повысились более чем на 2%. В то же время индекс Nasdaq вырос до 7157,23 пункта, завершив неделю на 2,7% выше. Ключевые фондовые индексы достигли внутридневных максимумов после того, как стало известно, что Китай предложил шестилетнее увеличение импорта из США в ходе недавних торговых переговоров. Фондовые рынки также демонстрируют рост на фоне комментариев президента Федеральной резервной системы Нью-Йорка Джона Уильямса, который призвал проявить терпение и здравый смысл перед повышением процентных ставок. Между тем, производственный индекс ФРС за декабрь показал самое масштабное расширение сектора за 10 месяцев. Еще одной причиной роста рынков на прошлой неделе стал сезон отчетов по доходам корпораций. Такие крупные банки, как JP Morgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley и Goldman Sachs опубликовали свои квартальные результаты. Компания Netflix отметила превзошедшую ожидание прибыль, вызванную при превысившем прогнозы ростом подписчиков. Тем не менее, акции компании упали на 4% на фоне неутешительных перспектив на первый квартал 2019 года. Акции Tiffany выросли на 5,4%, несмотря на то, что ритейлер элитных ювелирных изделий сообщил о снижении продаж в праздничные дни по сравнению с прошлым годом, а также о падении годовой прибыли и более низких прогнозах по продажам. За последние 6 месяцев акции упали почти на 35%. Акции Tesla потеряли 13% после того, как компания объявила о сокращении рабочих мест и спрогнозировала доход ниже ожиданий. Вы смотрели недельный обзор рынка Форекс на канале Инста Форекс ТВ. До скорой встречи!